Здравствуйте! Сегодня серый день, нет солнца, а это явление довольно часто у нас на Вологодчине. И так хочется, чтобы тебя встречала не только яркая зелень моркови или цветки картошки, чтобы тебя встречал цветущий сад, такой, какой мы видим сегодня у кольцовой Людмилы Сентовны. Людмила Сентовна, я смотрю, у вас, в общем-то, немного земли, но на каждом кусочке, на каждом метре что-то цветет. Расскажите, пожалуйста, как сделать такой сад, который будет цвести с апреля по октябрь? Да очень просто. Очень просто. Просто надо любить цветы. Надо подбирать по времени цветения, и тогда у вас от и до все время будет цвести все. Ну вот у вас тут сколько видов растений на клубе? Ой, ну это трудно считать. Много, много, много. И все, конечно, вот один в одно время цветет, другое в другое, третье в третье, дальше и дальше, и дальше, и до самого, до самого, до осени такой вот, чтобы глубокой осени даже. Людмила Сентовна, вот, наверное, эта клуба зарождалась не в один день, да? Нет, конечно. С чего вы начинали? То есть как вообще начинать? Вот клуба довольно большая, очень много растений. Ага. С чего начинать? Вот я задумала такую клубу. Так. С чего я начинаю? С крупных растений, с мелких, с чего? Да. Если крупные растения, нужно на дальний план ставить, в смысле садить их, на дальний план. Потом ниже и ниже вот эти растения, чтобы все было в обозрении, чтобы все были, ну, свою красу показали. А кроме этого, что нужно еще учитывать? Ну, что учитывать? Естественно, уход за ними. Это индивидуальный уход за каждым растением, потому что они, ну, как и мы, верно же? Любой человек. И тоже это все живое. И они тоже требуют к себе большой уход. И надо знать, какими удобрениями, когда поливать. И, значит, обрезать вовремя, значит, подкармливать, значит, подрыхлять. В общем, все. Чтобы не было зарослей таких вот травы. Тем более, что они не любят. Людмила Асентовна, скажите, пожалуйста, кроме пропулки, кроме того, что нужно подобрать правильно растения, чтобы они цвели, и подкормки, еще какие-то проблемы есть, вот если ты задумываешь такой большой такой ракарий? Ракарий надо обдумать сначала. Вот все обдумать. Тоже они разные. И вот видите, он совсем оригинальный такой ракарий. Очень оригинальный. Я очень редко вижу, чтобы растения не соприкасались одно с другим, а как бы отдельно существовали. Кстати, расскажите о том, чем вы вот закрыли почву, чтобы не росли сорняки. Это большой труд, большая работа. Это надо слой земли, вот примерно вот такой снимать, снимать слой земли, чтобы там эти вот ненужные сорняки, они чтобы не были тут. И потом, значит, закрывается укрытым материалом, черным, плотным укрытым материалом. Черный, видите? Вот он идет. То есть это защита? Это защита. Ну вот. А потом насыпается уже то, что вам понравится. Вот, значит, вот беленькие камешки. Это у вас здесь камушки? Да. Ну, разные-разные. Это дробленая кора. Очень красиво. Это с Вьетнама привезено вот такое растение. А что это за растение? Оно цветет? Ну, так просто, да. Оно, видите, набирает вот цветочки. Это ползучка такая, да? Да, ползучий он такой. Но он будет весь-весь-весь-весь-весь-весь. Вот такой вьетнамец мы называем из Вьетнама привезет. И почвопокровные, и более высокие у вас тут прекрасно сочетаются. И самый главный эффект, что все они отдельно, поэтому каждое растение видно и очень красиво смотрится. Да, да, оно самостоятельно. И вот дальше там другой ракарий, там следующий ракарий. Они все разные, совершенно разные. Людмила Асентовна, а вот сейчас, в эти дни, нужен ли какой-то уход? Или достаточно вот только прополки и подкормки? Ой, как же. Вот правда, думается, вроде как, нечего делать, нечего. А вот сейчас розы доцветают уже. Так, и что мы будем делать с ними? А надо просто обрезать их. Обрезать. Вот так обрезаем. А, мы просто отсветшие, да? Обрезаем розочки? Да, да, да. Что это нам дает? Чтобы, значит, почки зарождались новые. То есть мы убираем старые, чтобы появлялись новые почки? Как только мы убрали все старое, значит, подкармливаем уже. Ну, кстати, говорят, во второй половине лета, несмотря на то, что роза дитя навоза, навозом-то уже не нужно подкармливать. Не-не-не, ни в коем случае. А чем мы будем тогда подкармливать розочку? Специальные, это есть удобрения, продаются для роз, для любого цветка. То есть мы начинаем готовить ее к зиме уже? Да, да, да. Подкармливать, она еще может засвечти. Как же, у нас вон там с той стороны так цветет уже. Людмила Александровна, а вот это сколько вам, вашей розе лет? Это вот такое вкусное осветение? Да, она молодая. Молодая? Да, ей года три, не больше. И она так пусто цветет, да? Два даже, да. Потому что за ней уход надо. Если ухаживать за цветами, так они все время вам отдадут. Вот так вот обрезается все. То есть полностью мы обрезаем, и начинается второй этап цветения. Да, и если подкормим, то будет еще цвести еще. Людмила Александровна, а как вы к хвойным относитесь? Я знаю, что многие любят собирать у себя разные растения. Да посмотрите, как их не любить-то. Какие шарики. У вас они отдельно, отдельно, да? Да, ну разбросаны нет. У меня и там, и там, и тут. Ну, просто скомпонованно вот так вот именно. Дочка вот так скомпоновала. И опять же, вот этот вот прием, да? Камушки разные по размеру, разные по форме, разные даже по цвету. По цвету. Необыкновенно красиво получается. То есть не почвопокровными растениями между хвойными, да, засаживать, а именно камушками. Камушками, да. Это мы для этого ракария принесли, да? Да, мы принесли, да. Будем делать подсветку. Подукрасить. Белые ночи уже закончились. Да. Это солнечные батареи, вот, и они будут светить от солнца. Теперь в любое время ночи, когда из окна выгляните, если будет бессонница, это все будет освещено красивым белым светом. Да, да, да.